Путин опять в средствах массовой информации, которая полностью захвачена его шайкой, прослал патриотам. Он внес в Думу законопроект, который запрещает госчиновникам, депутатам, губернаторам и так далее. Неизвестно, какой круг, но всем, кто в этот круг входит, запрещено иметь двойное гражданство. Но вообще-то у нас по закону двойного гражданства не существует. У нас двойное гражданство возможно только в случае заключения межправительственных соглашений. То есть двусторонние соглашения, позволяющие иметь два гражданства. Ну, естественно, путинская администрация, такое двойное гражданство предусматривает с Израилем. Ну, еще там есть какие-то малозначительные страны, но здесь вот есть прямое разрешение. Непонятно, будет ли оно теперь отменено. Я думаю, что нет. Для этого случая обязательно будет исключение. Прошло немало лет с того момента, когда вообще-то об этом было сказано с трибуны Государственной Думы. Мой коллега, старший друг, в какой-то мере учитель, может быть, даже в серьезной мере мой учитель, Борис Алексеевич Виноградов, внес тогда в Государственной Думе, Это, по-моему, был 2006 год, законопроект, в котором предлагалось запретить депутатам и госчиновникам всех уровней, всех уровней. Иное гражданство, кроме Российской Федерации, запрещалось иметь счета в иностранных банках за рубежом и запрещалось иметь собственность за рубежом. Этот проект единороссами, то есть рафинированными путинистами, был провален. И сейчас прошло 14 или 15 лет, я точно сказать не могу, вдруг у Путина пробило в голове. Но это же государственная измена. Я думаю, что единственный госслужащий, который может иметь иное гражданство, это сотрудник разведки, который подменяет свою личность и создает иную личность. Тогда есть такая возможность, да, и за это преследовать нельзя. Вот любопытно, будет в этом законопроекте или уже вступившемся, или в законе отмечено это обстоятельство, что не является преступлением для российского разведчика, если он приобретает иное гражданство помимо российского. Ну, то есть фиктивное гражданство, реально он работает в интересах другой страны. Все правление Путина пронизано государственной изменой. То есть чиновники, депутаты, олигархи, кто угодно мог иметь иное гражданство, хотя законом это не предусмотрено. А предусмотрено было, пожалуйста, многие действительно из предпринимателей или олигархов имели гражданство Израиля или других стран для того, чтобы туда, грубо говоря, свалить, если что. Если что, вовсе не связано с тем, что там придут национальные силы, а просто они друг друга привыкли грызть. И вот, если что, ну, действительно сваливали в Израиль. Там Березовский в Лондон уехал, Гусинский уехал в Израиль. И так вот они прятались там. Некоторые возвращались, некоторые там оставались навсегда. Тем не менее, это государственная измена. Люди, которые были причастны в том числе и к государственной тайне, имели двойное гражданство. И сейчас путинский патриотизм не наказывает за измену, а говорит, ну, вы сами там определите, кто, сами признайтесь, кто имеет второе гражданство, вот, и откажитесь от него. Мы вам даем полгода на это. Вот такой патриотизм. Патриотизм этот постыден, как постыден и сам Путин, который является человеком без биографии, и является самозванцем в полной мере, потому что его биография подделана, точнее, ее нет. На мой взгляд, куда патриотичнее было бы ввести наказание за иное гражданство, в том случае, если человек был способен нанести, то есть потенциально мог нанести вред государственным интересам России, ну, Эрефия не Россия, я имею в виду какую-то будущее, настоящее российское русское государство. либо, если он нанес какой-либо ущерб, то там наказание кратно серьезнее. Ну, в первом случае, это просто увольнение. Получил иное гражданство, ты на госслужбе не можешь ни дня находиться. Просто как только это становится известным, тебя увольняют. И начинают расследовать вопрос, мог ты нанести ущерб или не мог? Нанес ли реальный ущерб или не нанес? Вот в настоящее будущее России будет так. А что касается главы государства или, скажем, правителя, которого будут избирать каким-то образом, каким, я не знаю, но только не таким, как сейчас, это фальшивка, фальшивые выборы. Сейчас мы видим, что творится в США, там сотни тысяч фальсифицированных бюллетеней. У нас это норма. У нас вообще никогда не было честных выборов. И честными выборы бывают только под покровительством того, кто никого не выбирает. Государь и император, я имею в виду. А если речь идет о выборах каких-либо, то избираться должен человек с политической биографией. Поэтому никакие сотрудники спецслужб, которые могли фальсифицировать свою биографию, не могут баллотироваться в президенты. Не могут. А также не могут баллотироваться все те, кто осуществлял силовое воздействие на граждан. Просто потому, что эта привычка переходит на государственную службу и чиновники становятся медленно, но верно, изуверами. Ну, что сейчас и произошло, чиновник деградировал до самого настоящего изувера-оккупанта. Не должны быть избираться вообще куда-либо. Прокуроры, полиция, ФСБ, сотрудники любых спецслужб, любые силовики, то есть люди, которые имели потенциальную возможность применения оружия, например, против граждан, использования служебного положения против граждан. Эти люди не должны избираться. Пошел служить в полицию, все, знай. Никогда никаким депутатом ты не станешь, не будешь. Потому что над тобой должны быть народные избранники. Ты можешь быть, можешь сменить профессию сто раз. Один день проработал полицаем, все, на этом все заканчивается. Один день проработал в спецслужбах, даже еще не подписал контракт, учиться пошел в какой-то... В будущем будущему русскому правительству, конечно, будет легко разбираться. Не надо выяснять, было ли второе гражданство или нет. Путинские чиновники, изменники все. Все, без исключения. В зависимости от занимаемой должности по вот этой иерархии и ответственность. Занимал должность министра. Одна ответственность занимала должность какого-нибудь там регионального мелкого чиновника. Другая ответственность, то есть автоматически наступающая. Не считая других последствий, которые связаны с особыми. То есть просто занятие должности при Путине является преступлением. Потому что вся структура преступна. Путинская администрация является преступной организацией. Ну как вот для нацистов там. Гестапо, СС были определены как преступной организацией. Сама принадлежность к этим организациям определяла человека как преступника. Я полагаю, что в будущем вся путинская иерархия будет объявлена преступной. Вся абсолютно. Кто получал средства в этой администрации, Администрации мог и использовать служебное положение во вред нашей стране. И то, что у них было двойное гражданство или не было, особенно никого не будет волновать. Вот нанес ущерб тем, что имел второе гражданство или не нанес. Это важно. А то, что сейчас они там кто-то откажется, кто-то скроет. Это нас не должно волновать. И Путин никакой, конечно, не патриот. Это враг России. Нет большего врага на данный момент, чем Владимир Путин. Это самый главный враг каждого русского человека. Окупант – глава оккупационной администрации. Мы должны эту власть негодяев пережить, выжить и потом выжечь. Вот к этому надо стремиться, а для этого надо быть поистине русским человеком, стремиться к этому и объединяться с поистине русскими людьми. Слава Руси! Господи, спаси! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!